На основании изложенного руководства ст. 340 и 341 УК ДНР суд приговорил Ассина Эйденна Денина Ладжона Марка признать виновным в совершении преступления, предусмотренных ст. 232, ч. 2 ст. 34, ст. 323, ч. 2 ст. 34, ч. 3 ст. 435 УК ДНР и назначить наказание. По ст. 232 УК ДНР и директору срока до 17 лет без ограничения свободы. По ст. 3 ст. 430 УК ДНР и разрешение свободы сроком на 7 лет без ограничения свободы. По ст. 2 ст. 323 УК ДНР исключить не пример наказания, смертную казнь. На основании ст. 368 УК ДНР по совокупности и преступлений окончательно назначить Ассину Эйдену Денину Джон Маркусовичу при пример наказания, смертную казнь. Я нарешу на признать виновным в совершении преступления, предусмотренных ст. 232, ч. 2 ст. 34, ч. 3 ст. 430 УК ДНР и назначить наказание. По ст. 232 УК ДНР в виде решения свободы сроком на 17 лет без ограничения свободы. По ст. 3 ст. 430 УК ДНР в виде решения свободы сроком на 7 лет без ограничения свободы. По ст. 323 УК ДНР исключить не пример наказания, смертную казнь. На основании ст. 368 УК ДНР по совокупности и преступлений окончательно назначить при нарушении заключительного наказания, смертную казнь. Садуя Абрагимова признать виновным в совершении преступления, предусмотренных ст. 232, ч. 2 ст. 34, ч. 323, ч. 2 ст. 34, ч. 3 ст. 430 УК ДНР и назначить наказание. По ст. 222 УК ДНР в виде решения свободы сроком на 17 лет без ограничения свободы. По ст. 2 ст. 34, ч. 3 ст. 430 УК ДНР в виде решения свободы сроком на 7 лет без ограничения свободы. По ст. 2 ст. 34, ч. 3 ст. 323 УК ДНР исключить не пример наказания, смертную казнь. На основании части 3 ст. 68 Народной Республики по совокупности в преступлении окончательно возникает гражданом враги на успешную меру наказания в виде сквертной казни. Приговор может быть обжалован участниками процесса процесса на порядке Верховной Суданинской Народной Республики через операционную палату в течение одного месяца со дня его по возглашению, а осужденными в ходе дела для улучшения перевода приговора. Председательствующий среди. Кроме того, осужденным разъясняется право на обращение за панелом. И также право на ознакомление с протоколом судебного заседания. Судебное заседание завершено.